Ребята, всем привет! Мы начинаем свой рабочий день с офиса. У нас наконец-то вернулось наше сердце офиса Анастасия. Уже работает все отлично, можете звонить, она всегда на связи. Ну а отдаленные точки мы посещать не всегда у нас получается, всегда можем. Поэтому в Дагомысе у нас есть замечательный комплекс, который называется Каравелла Португалия. Там у нас есть три квартиры, ведет там этот объект Александр, наш опытный прораб, который досконально снимает видео, очень грамотно все рассказывает. Поэтому посмотрите, даже если вам этот комплекс в принципе не горит, он вам не нужен, все равно какие решения принимаются при ремонте. Что правильно, что неправильно, из каких материалов мы там делаем, какую планировку создаем. Посмотрите, пожалуйста, видео до конца. Напомню, что черновой ремонт у нас стоит 15 тысяч за квадратный метр, это вместе с материалами. Планировочное решение у нас делается в подарок, поэтому обращайтесь. У нас есть и подбор чистого материала. Дистанционно Михаил может помочь вам закупить весь этот материал, привезти порционально, проверить качество и так далее. Поэтому давайте смотреть. В конце видео я жду ваших комментариев и поставьте, пожалуйста, лайк за нашу работу. Друзья, всем привет! Ну что, погода нас продолжает радовать. А сегодня будет обзор на ремонты в ЖК Каравелла Португалии. Сегодня с вами посмотрим три квартиры на разных этапах выполнения работ. Расскажу вам, какие материалы мы применяем. Оценим наши работы, обсудим планировочные решения. Короче, будет интересно. Погнали! Итак, ребят, восьмой этаж. Квартира у нас 54. И давайте посмотрим, какие работы здесь у нас уже выполнены. Такая небольшая квартира. Чуть более 30 квадратных метров. Здесь у нас выделена спальная комната и просторная такая кухня-гостиная с выходом на балкон. Здесь у нас уже проходит этап чистового ремонта. Все плиточные работы у нас здесь выполнены. И давайте посмотрим, что мы уже успели за это время сделать. Начнем с пола. Напольное покрытие у нас здесь будет двух видов. Керамогранит уже уложен. Это у нас входная группа и санузел единым полотном. Остальная часть пола у нас будет в кварцвиниле. Он будет укладываться елочкой. Такой цвет под дерево. Здесь у нас, естественно, теплые полы. И входная группа и санузел. Керамогранит, как я сказал уже, 60 на 60 под мрамор светлый. Вот такой же, как здесь на стенах, только он матовый. Все застелили, чтобы ничего не замаралось. Все укрыли. Ну и давайте посмотрим, что у нас в санузле. В ванной комнате у нас на стенах два вида плитки. Вся она широкоформатная. 120 на 60. Вот такая темная здесь и светлая. В остальной части ванной. Давайте покажу более детально, как мы это все выполнили. Здесь все углы под 45, запилены. Все уже затерто. Затирка здесь светленькая. Такие цвет стен, да, так скажем. Здесь также все аккуратно, четко. Все необходимые выводы также смонтированы. Здесь уже установлены краны. Все закрыли, чтобы не попала пыль, грязь и так далее. Потому что работ еще здесь предстоит много. Я вам расскажу, какие. Здесь у нас бойлер, стиральная машина. Такая выделена ниша. Установлен уже подвесной унитаз. Кнопочка белая. Вот такая вот аккуратная мойка. Здесь у нас тумба. Есть место для хранения. Видите, вот так вот. Зеркало. Здесь у нас тропический душ. Темного цвета. Вот в цвет этой стены. Смотрите, здесь вот этот керамогранит. Он сделан под натуральный камень. Наверное, под кварц. Вот такие здесь светленькие прожилки. Полотенце-сушитель, ребят. Скрытого монтажа. Смотрите, как это смотрится. Все аккуратно, красиво. Ванна. Ванна у нас чугунная. Экран мы выполнили из такой же вот плитки. Предусмотрели здесь ревизионный люк. Мало ли, что-то произойдет, чтобы был доступ. Ну и в целом, все подобрано со вкусом. Все аккуратно. И очень даже красиво все получилось. У нас здесь, в санузле. Ребят, ну и какие нам здесь работы дальнейшие предстоят. Здесь нам нужно до конца доделать пол. Здесь будет наливной делаться. Пол все будет выравниваться в один уровень. И потом уже стелится кварц-винил. Объясню почему. Потому что толщина чистовых покрытий напольных, она разная. То есть здесь у нас уложен керамогранит. С учетом клея он порядка полутора сантиметров получился. Ну а кварц-винил всего 0,5. То есть сантиметр вот этот нам его нужно долить. Ну и соответственно под кварц-винил нужно идеальное, ровное покрытие, чтобы он у вас долго служил и лежал четко, ровно, без всяких бугорков, не скрипел и так далее. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы здесь у нас будет монтироваться, после того, когда у нас будет чистовой пол готов, будет монтироваться специальный короб, будет дверь раздвижная, ребят. То есть часть она будет неподвижная из гипсокартона. Дверники привезут специальный короб для этой двери, установят. Мы его обошвем, отделаем гипсокартоном, покрасим. После чего они вставят дверь и здесь будет раздвижная дверь. То есть вот эта часть, входная группа, она будет закрыта от основной части. И считают, что ну все-таки это правильно. Приехал к вам доставщик, еще кто-то. То есть чтобы не было полного просмотра доступа, ну вот в основную часть комнаты. Ребят, ну и после того, когда мы уже здесь закончим с полом, установим эту дверь скрытого монтажа, раздвижную. И уже, конечно же, перейдем к завершающему этапу. Это малярные работы, подготовка стен, поклейка обоев, ну и соответственно натяжка потолка. Ну и покажу вам радиаторы. Здесь они необычные. Вот таким вот образом они выглядят. Это радиатор металлический, вертикальный, с нижним подключением. Все это выполнено аккуратно. Со стены вы видите, даже нигде не заметно. То есть это надо под него ложиться, чтобы это увидеть. Ничего не торчит с пола. И в комнате вот такой же радиатор, только он уже горизонтального вида. В целом, после окончания ремонта, квартира получится такая аккуратная, красивая. Все подобрано со вкусом. Нет никакой-то пестроты и так далее. Все такие тона нейтральные. Они любому, наверное, подойдут. Ну и есть какие-то решения, достаточно интересные. Вот то, что касается этой двери. Может быть, вам это также пригодится. Может понравится. И вы примените у себя это в ремонте. Поэтому следите за дальнейшими выпусками. Не пропустите дальнейшее видео по этой квартире. Ну а мы с вами идем дальше. Так, ребят, ну что, это уже 13 этаж. Того же седьмого корпуса. И здесь у нас проходит этап чернового ремонта. Сейчас мы занимаемся монтажом сантехники. Я вам покажу, с чего мы начинаем. И заодно сравним квартиры. Квартиры одинаковые в плане квадратуры. И вообще, в принципе, балкон. Все это от застройщика. Все одинаково. За исключением разных планировок. Вот заодно и посмотрим. Вы оцените, напишите в комментариях. Какая вам квартира, планировка больше нравится или подходит. Смотрите, здесь распланировано примерно то же самое. Выделена спальная комната небольшая. Это у нас кухня-гостиная. Здесь разделение вот таким вот образом. Кухня будет здесь большая, угловая. То есть, ну, если честно, для такой квартиры, достаточно небольшой, да, какой-то кухни. Ну, у всех свои запросы. Вот это лично мои наблюдения. Далее. Гардеробная у нас и входная группа, она также выделена, отделена вот этой стеной. Здесь запланирован шкаф. Шкаф-купе будет. Здесь у нас гардеробная. Изначально хотели сделать здесь прачечную, установить стиральную машину, но потом заказчик передумал. И санузел. Здесь у нас таким вот образом спланировано. Здесь душевая кабина будет 90 на метр 10. Здесь унитаз. Спланировано. Здесь у нас ниша для мойки. Мойка будет 70. Это вполне достаточно. Ну, и в этом месте у нас будет стиральная машина, будет шкаф, пенал, наверное. И в нем уже будет все размещено. С чего мы начинаем сантехнику? Сантехнику начинаем с разметки и уже начинаем подготавливать штробы вот таким вот образом для разводки водоснабжения. Здесь у нас заходит труба полипропилен. Но разводку в этой квартире мы будем делать другой рехау. Это пожелание заказчика. И мы ее уже приобрели. Также их радиаторы будет. Коллекторный узел. Сейчас мы его будем здесь собирать. монтировать, смотреть, как и что разместить. Ну, вот такая квартира. Вроде бы площадь одна, но планировки немного разные. Ну, все, идем дальше. 11 этаж. Квартира 167. Здесь, ребята, у нас уже основная часть работы выполнена. И осталось совсем немного. То есть, близится уже здесь ремонт к завершению. И обратите внимание, квартира по планировке схожая с теми, которые мы с вами смотрели. Она только зеркальная. И у нее балкон не с левой стороны, а с правой. Соответственно, планировка немного изменилась, но принцип остался один и тот же. И давайте сделаем сравнение этих планировок. Здесь у нас кухня-гостиная. Здесь будет установиться кухонный гарнитур. Здесь диван, зона отдыха. Входная группа у нас выделена вот таким образом. Отделена небольшим вот таким простенком. Здесь гардеробная, стандартная, да, такая же, как и там, по размерам санузел. Здесь ниша у нас для стиральной машины. Установлен полотенцесушитель. Здесь у нескрытого монтажа обычный. Вытяжка уже есть. Унитаз подвесной. Инсталляция плитков. Такая вот интересная на полу. Под дерево и заходит на инсталляцию. Установлен здесь проточный водонагреватель. И, в принципе, для такой квартиры его вполне будет достаточно. Мойка. Зеркало с подсветкой. Душевая кабина 90 на 90. Все, в принципе, такое стандартное и спальная комната. Вот такая вот. Ну и давайте пробежимся по работам, которые здесь выполнены. Санузел я вам показал. Он уже полностью готов. Далее по полу у нас здесь застелен кварц-винил. Покажу вам его сейчас. Вот таким вот образом. Под дерево. Ребята, рекомендую. Очень стойкое покрытие. Не боится влаги. Стойкое к истиранию, к механическим воздействиям. То есть будет лежать долго. Единственное, нужно соблюдать правила при ее укладке. То есть необходимо, чтобы покрытие было, на которое застилается кварц-винил, идеально ровное. Как этого достичь, необходимо делать наливной пол. Ну и соответственно, все у нас, какое бы покрытие ни было, сколько бы их ни было в квартире, оно все у нас всегда в едином уровне. Вот как здесь, допустим, здесь мы сложим керамогранит. Без порогов все выполнено, без ничего. Просто шок вот этот, он небольшой, который есть, порядка там 2-3 миллиметров, мы его заделываем герметиком в цвет покрытия. Ну и соответственно, конечно, чтобы этого достичь, то есть необходимо делать наливной пол, как я уже и сказал. Ну и осталось нам здесь совсем немного наклеить эти обои, установить розетки, выключатели, плинтуса и натянуть потолки. Ну вот, такие ремонты сегодня у нас на обзоре на Каравала Португалии. Оставляйте свои комментарии, пишите отзыв. Ну и давайте сравним эти три разные планировки. Ну вот вы посмотрели нашу работу, оценили, надеюсь, да, поставили лайк. Вот, подпишитесь на наш канал, ждите следующих видео, посмотрите предыдущие видео. Ну и милости просим в нашу компанию по ремонту квартир. Если вы планировали, допустим, приобрести квартиру в каком-то из комплексов, тоже можете к нам обращаться. Я вас проконсультирую по каким-то моментам. Есть предложения, которые бывают и от инвесторов гораздо дешевле, чем предлагают застройщики. Но это уже отдельная тема. Звоните, пишите, подписывайтесь, смотрите следующее видео. Правильно, удачного вам ремонта, выбора компании. Ну, пока.